Андрей, снимаем! Снимаем? Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей и вы смотрите канал Шонада. Сегодня не хотелось бы вас грузить какими-то умными штуками, роботами, пылесосами. Сегодня хотелось бы поговорить о простых наушниках. Ellari Nanopod Sport. Почему я решил сделать обзор на беспроводные наушники? Потому что совсем недавно у меня было вот так. Элари Nanopod Sport это мои первые беспроводные наушники. Может, наверное, поэтому я их так и полюбил. А может, потому что они действительно крутые, качественные и удобные. Первое, от чего я кайфанул, это полная свобода от проводов. Просто достаем их из кейса, подключаем по Bluetooth 5.0 к телефону, будь то iOS или Android, и они уже готовы к использованию. К слову, в следующие разы вам нужно будет просто открыть кейс, и они уже сразу же подключаются к вашему телефону при условии, если Bluetooth на телефоне включен. Наушники удобно ложатся в уши и практически не ощущаются. Благодаря трем сменным амбушюрам можно регулировать в зависимости от размера вашего уха. Также есть силиконовая заусеница, которая цепляется за складку в уши, что не дает наушникам выпасть во время бега или тренировки. Вот только представь, зима, холодно, ты идешь в длинном пуховике, телефон где-то далеко спрятан, у тебя здесь шарфик, шапка, и он начинает звонить. Что делать? Главное не переживать. В Ellari NanoPods можно просто нажать одну кнопку и принять звонок. Либо же один раз длинно зажать и скинуть этот звонок. Единственное, что с нажатиями не переусердствуйте, потому что на наухо, конечно, оно давит. Хранить наушники можно вот в таком кейсе. Они удобно достаются, также удобно складываются. Просто кидайте их в карман и в случае, когда они вам нужны будут, достаете. Они автоматически подключены к вашему телефону и можно уже использовать. Кроме того, кейс является зарядкой для тех самых наушников. Очень важно не забыть зарядить сам кейс перед выходом на улицу. Кстати, работают они порядка 3,5 часов от одной зарядки от кейса. Этого как раз хватит, чтобы доехать с работы домой или с дому на работу. Когда вы утром встаете, становитесь на остановку, там очень много людей, забитые маршрутки. На наушники не дают вам унывать в этот снежный день, так как в них играет ваша любимая музыка. Играет довольно четко и хорошо. Потом, после маршрутки, вы идете в метро. В метро много людей, вот это вот все толкаются, все пытаются пихаться. И многих, даже у меня такое было, когда вот знаете, кто-то проходит, вылетает наушники из уха и что делать? А ничего не делать. В Элари на на подс такого не бывает, потому что они беспроводные. Наушники надели, шапкой закрыли, все. Они в принципе заизолированы, нет никаких внешних контактов. И при этом вы все равно продолжаете наслаждаться своими любимыми треками на этих крутых наушниках. Кейс, кстати, имеет еще одну очень немаловажную функцию. Он защищает наушники от внешних факторов, какой-то грязи и пыли. Что в принципе продлит срок службы этих малюток еще дольше. И вам не нужно будет менять их часто. Вот приблизительно так будут звучать треки в твоих ушах. Громко, насыщенно, четко. Шумоизоляция, к слову, тоже отличная. Поэтому тебе не придется делиться своими крутыми треками наружу. Все себе. Если ты ходишь в тренажерный зал или занимаешься спортом, то это будет как раз таки твой идеальный вариант. Тренироваться в них очень удобно. Телефон с собой тоже брать не нужно. Если приходит вызов, как я уже рассказывал, нажимаем одну кнопочку и разговариваем с ними. Более того, после тренировки вы можете смело в них же пойти в душ. И покупаться они не боятся ни пыли, ни влаги. Наушники имеют степень влагозащиты IP67. Можно ли в них плавать? Можно. Если вы будете плавать в пресной воде, погружаться не более чем на 1 метр на 30 минут. Тогда не вопрос. Я уверен, что старые проводные наушники после первого же погружения уже бы пришли в негодность. А эти просто достали, струсили и они уже готовы к использованию. Друзья, спасибо, что посмотрели мой обзор про Ellari NanoPod Sport. Надеюсь, он вам понравился и у вас не будет возникать вопрос, а на что я потратил 5 минут своей жизни. А если не будет, тогда ставьте лайк и оставляйте комментарий. Кстати, напишите в комментариях, пользуетесь ли вы беспроводными наушниками. И если да, то какими. Соберем какую-то краткую статистику, мне самому будет интересно почитать. А на этом все. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok